А состав? А наоборот, эти не могут быть, а наоборот? Или смысла нет? Вот вы знаете, я даже не задавалась таким вот, вот такой целью исследовать, что можно еще так же эффективно ввести, если у меня есть вот тут вот три варианта, которые я могу сочетать, заменять и смотреть, на чем лучше, как бы этот пациент идет или этот, ну... А вот мезороллеры и напаж это похоже? Ну что, напаж вы вводите, понимаете, любое мезотропевтическое введение подразумевает, то есть мы ожидаем эффект от препарата, который мы ввели. Плотность кожи от этого, то есть мы же не получаем вот эту прослойку между эпидермисом и дермой. Вспоминайте, вначале я сказала, что введение препаратов, это усиливает, дополняет эффект, основной эффект это увеличение плотности кожи. Напаж никак не повлияет на плотность кожи. Может быть, вы не согласитесь со мной? Ну, на плотность нет, но как-то доставки препарата, может быть, нет. Но если у меня есть способ и доставить, и улучшить качество уплотнить, наверное, я буду выберу страдание за это, неожиданно просто за плотность, конечно. Нет, мы с вами сказали, что это не отменяет мезотерапию, да, потому что есть разные компоненты, разные препараты, они прекрасно сочетаются. А если у клиента стоят не на нити филлеров, то нам это ничего не мешает? Ничего нам не мешает. Если вы сегодня сделали ботулотоксин, то вот вы должны две недели четко выждать, чтобы не менять диффузию ботулотоксина. Но на филлеры, на скорость рассасывания филлеров, это не влияет никак, у нас уровень совершенно разный. Если стоят нити, никак это не влияет, потому что уровень разный. Вспомните картиночку 0,5 единичка. То есть на каком уровне мы находимся с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова